Казахстан И вот, наконец, границы открыты. Антон, посыпайся. Орел и Решка первыми собирают рюкзак и отправляются в свое новое, долгожданное путешествие. Мы вернулись после месяцев самоизоляции. Чтобы показать вам новые чудеса света и рассказать, как путешествовать в новом посткарантинном мире. Все, нет, я не плачу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, да перестань. Перестань говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Премиальный мир с картой Мастеркард не забудешь. Добро пожаловать в реальный, а за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. Антонио Роналдо обводит Василису Лукаку, финн правой ногой, обводочка красивая, финальный рубеж и ГООООЛ! Всем привет, это «Орел и Решка. Чудеса света» и мы прилетели на чудесный остров Мадейру. А дышечка, да? Остров вечной весны. Здесь все цветет и пахнет. Цветет и пахнет, видимо, из-за футбола. Ну пожалуйста, выкидывай решку. Сейчас посмотрим. Орел. Решка! Так, подожди. Надо дышаться. Open. Да что такое? Бау! Бау, бау. Бау-бау. Давай рюкзак! Ты зытняя, пизюкастая. Давай, не потеряйся. Тут на острове наш островок неадекват. А давай. А куда я идти-то? Автобус. Криштьяно, Криштьяно. Я губки накрасила специально. В тысячи километров от самой крайней точки Европы, посреди бескрайнего Атлантического океана вырос удивительный оазис – Мадейра. Остров-сад. Остров-весна. Остров, где каждый словно попадает на небеса. Но разве это не чудо? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У-ху! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из аэропорта нужно ехать сразу в столицу острова – город Фуншал. И тут есть несколько способов. Конечно, такси. Еще есть экспресс-автобус. О, за 5 евро. Не, у меня каждая копейка на счету. Тан-тан-тан-тан. Общественный автобус. Вот это я называю экономия. Безопасность превыше всего. Извиняюсь. Глубоко извиняюсь. Я красив. Я богат. Я альфа-самец. Альфа-самцы ездят на Альфа-Ромео. Компания этого бодрого итальянского ретро-авто обойдется мне в 2160 евро. Марко, Антонио, Ромео. Португальский бойс бэнд. Португальский бойс бэнд. Вы просто взгляните на все это. Сезон чудеса света. Я привык, что мы прилетаем куда-то и еще черт знает сколько добираемся до чуда. А тут весь остров – это сплошное чудо света. Бомбические виды. Красная машина, карамелька и я. Остров Мадейра просто создан для того, чтобы гонять по нему на кабриолете. Здесь никогда не бывает ни адской жары, ни собачьего холода. Температура круглый год в пределах 19-25 градусов. То есть на улице вечный май. Сейчас трудно представить, что цветущая Мадейра – это верхушка самого настоящего подводного вулкана. Высотой в 6000 метров, который вырос со дна Атлантического океана. Сотни тысяч лет назад, во время своего рождения, Мадейра больше напоминала ад. Все было залито лавой, засыпано серой и пеплом. Но вулкан потух, облака дали острову воду, птицы и ветер занесли сюда семена растений. Так здесь появился тропический рай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это настоящая Атлантика! Океан недоволен, что вдруг откуда ни возьмись появился вулкан и пытается снести его, отодвинуть. У тебя вулкан стоит на своем и надо всем этим бушует ветер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну здравствуй, чудо-остров! Фуншал – самый большой город на Мадере. Интересно, что в португальском Фунша обозначает Фенхель. Значит, это получается по-нашенски Фенхельск? Фенхельск! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хоть Фуншал и находится на острове посреди Атлантического океана, но выглядит тут все, как в старой доброй Европе. Ничего удивительного, ведь Мадера – это владение Португалии. Здесь повсюду португальские домики с ярко-рыжей черепицей, которые словно размножили на ксероксе. Живут тут португальцы и говорят на португальском. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот если бы не голубое небо и вот эта зелень вокруг, можно было подумать, что ты реально находишься в черно-белом кино. Ну, во-первых, у всех зданий черно-белые фасады. Так получилось, что основной строительный материал на острове – это черный вулканический камень туф. Но согласитесь, было бы мра-чно, если бы все дома были полностью черного цвета. Поэтому местные решили красить стены в белый цвет. А еще знаменитая португальская брусчатка – колсада португеза. Благодаря ей улицы на Мадере не однообразные и скучные. Тут под ногами целые картины. Никогда не перепутаешь, в каком переулке ты находишься. Правда же, наряднее, чем одинаковые серые тротуары. Но выяснилось, что у этой красоты есть и жирнющий минус. После дождя брусчатка становится страшно скользкой и дороги превращаются в каток. А так как большая часть населения Мадеры – это люди пожилые, власти Португалии решили заменить ее на бездушные бетонные плиты. Ну зачем? Во-первых, это очень красиво. Во-вторых, это национальное богатство. Да я вам, я как на одну сто двадцать восьмую португалка говорю, я против. Против! Раньше туристы знали Мадейру только как остров вечной весны и ехали сюда погреться, когда у них дома холода. Теперь же остров прославился как родина самого популярного футболиста – живой легенды – Криштиану Роналду! На острове столько всего, связанного с легендой, что можно этому посвятить отдельный уикенд. Итак, наш специальный гид для поклонников Криштиану Роналду. Погнали! Прилетайте в аэропорт имени Криштиану Роналду. Здороваетесь с бюстом Роналду в здании аэропорта. Кстати, это уже вторая версия бюста. Первая местным не понравилась. Потом надо прогуляться по городу, где родился Роналду. Дальше стоит съесть бургеры в ресторане Криштиану Роналду. Заселиться в отель Криштиану Роналду. Посмотреть на дом Криштиану Роналду. Тетя Мария, открыть дома! Семиэтажная резиденция Криштиану Роналду находится в элитном районе Фуншала. И по слухам стоит 8 миллионов евро. Конечно же, зайти в музей Криштиану Роналду. В музее хранятся 125 трофеев Криша, среди которых главные награды футбольного мира – золотая бутса и золотой мяч. И в конце, конечно же, надо сфоткаться с Криштиану Роналду. Правда, с его ростовой копией. Так, слушайте, я что-то не поняла. Я знаю, что обычно трут руки в статуи, ноги. Но вот это-то зачем? Сейчас пойду спрошу. Криштиану, смотри, сколько у тебя девчонок трогают твои golden balls. Мы любим тебя. Принеси же ты нам удачу, как и принес когда-то в Португалии. Когда у тебя в кармане безлимитная карта, нужно селиться в самом роскошном отеле на Мадейре – в Савой Пелос. Он выглядит как большая застывшая волна. И смотрит прямо на океан. Это запах нового пятизвездочного отеля. В принципе, я готов жить уже в этом лобби. Гостей тут с порога ошарашивают огромной цар-люстрой высотой с двухэтажный дом. А вот сейчас я не понял, я во внутреннем дворике своего отеля или попал в сказочный лес острова вечной весны? Тут и какие-то гигантские лопухи. И густые зеленые бороды. Они списают с балконов и собираются до самой крыши. В этом отеле останавливается только состоятельный народ. Ночь в стандартном номере стоит минимум 200 евро. А вот президентский люкс на крыше с премиальными услугами – 5000 евро в сутки. Но вы же понимаете, куда мне? Здравствуйте. Мне нужен самый лучший номер в вашем отеле. Сколько? Хотя я так удивляюсь, будто первый раз шикую. Конечно, беру. Премиальная карта Мастеркард знает мои запросы. А я знаю ее премиальные возможности. С ней я всегда получаю лучшее. Спасибо тебе, персональный лифт. Три в одном, комплимент, дизайн и вид. Раз, два, три. У меня в номере четыре балкона. И в каждом из них разбит сад. Вон. За пять тысяч евро у тебя в распоряжении будто бы свой личный мини-отель. Бассейн с видом на бассейн побольше. Банька и хамам. Для человека с чистой репутацией. Дизайнерская зеленая стена. И светлая спальня с традиционно шикарным видом. В номере есть еще одна фишечка. Вот с этого телефона можно звонить бесплатно в 48 стран мира. Алло, братец. Привет тебе с острова вечной весны. Мадейра. Я тебе привет хочу передать из президентского номера. У меня тут четыре балкона, собственный сад, огромная спальня с шестью подушками. По-моему, да, выдвигающийся телевизор. Нет у меня больше брата. Остров вечной весны – это настоящий рая для фруктофилов и фруктоманов. Поэтому не попробовать здешней вкусности – это будет настоящее фруктовое преступление. Слушайте, тут такое колоссальное количество фруктов неведанной какой-то формы, цветов. Господи, это что за морской огурец? Нетрадиционная шишка розового цвета. Вообще-то тут инопланетные, я не знаю, фрукты. Божечки. Так он и стоит этот инопланетный фрукт 30 евро. 19,50. 19,50. 30 евро, 30 евро. Да мамма миа, цены. Да я тут только не знаю, что с моим бюджетом понюхать могу. Хорошо, что на рынке бесплатно дают попробовать любые диковинные фрукты. А вот это фрукты. Маракуйя. А, это маракуйя. Вот он. Так вот как она выглядит. Так, вау, а какие семена. Ананас-маракуйя. Ананас, это скрещено? Это маракуйя. Я даже маракуйю до этого не пробовала. Что уж говорить об ананасе и маракуйи. Вообще выглядит это странно. В общем, вы понимаете, на что это похоже? Вау, невероятно сладкий. Дюшесо-ананасовая карамелька. Вот, только растопленная у меня во рту. На прилавках Мадейры есть еще с десяток разных видов маракуйи. Маракуйя-банана. По форме это похоже на маленький зеленый бананчик, но внутри вас будет ждать сюрприз. Похоже даже на какой-то желеобразный банан. Это маракуйя с лимоном. Сладко-кислый. Это же лимон, конечно. Конечно он будет кислый. Маракуйя-томато. Такое вообще существует на планете Земля маракуйя с томатом. Безумство. Настоящие вот эти вот нотки, овощные нотки. Мне кажется, этот фрукт можно прекрасно закинуть в какой-нибудь салат с помидорами и никто не заметит рательницы. Туристам на Мадейре любят вешать на уши, что это уникальные гибридные фрукты, которые получились при скрещивании. Но на самом деле никто ничего не скрещивал. Это просто разные сорта маракуйи. И конечно же, да, царь во дворца. Царь, царь, посмотрите на этот размер. Охурец, ананас. Что это? Монстера. Ёлы зеленые. Вы можете ее встать в детском саду, в поликлинике, я не знаю, в доме у своей бабушки. И я там видела, знаете, там есть маленький такой росточек, который на Мадейре превращается в вот такую колдобину. Вот что значит климат. Вы понимаете, да? Это смесь банана, ананаса и киви. А заполировать этот фруктовый коктейль можно вот таким, похожим на шишку фруктом. Ин португальски анона, ин инглиш – кастон эппл. Ну, практически. То ли яблоко, то ли дыня, что-то такое скрещенное. Так, все, хватит нюхать непонятные фрукты, давайте их пробовать. Матерь Божья. Ммм, сливочное мороженое. Вот. Со вкусом яблока и дюшеса. Ставлю лайк. О! Все вот эти улыбчивые продавцы, подготовленные ложечки, вот эти высокие цены – все это для туристов. Поэтому мой вам совет, если вы захотите не просто понапробоваться, но и закупиться, приезжайте сюда в четверг или пятницу, потому что здесь будут местные фермеры, у которых вы сможете все вот это вот купить, но в разы дешевле. На что еще можно потратить деньги на Мадейре? Конечно же, на мечту. А я всегда мечтал стать первооткрывателем. Знакомьтесь, Санта-Мария – точная копия корабля Христофора Колумба. Санта-Мария была флагманом первой экспедиции Христофора Колумба. Именно на таком корабле он преодолел 6 тысяч километров и открыл новые земли. Ой, ёк-якорек. Да тут все по-настоящему. Правда, домой Санта-Мария так и не вернулась. Она разбилась у берегов Гаити. Дерево, канаты, мачты, запах смолы. Мне кажется, каждый второй ребенок мечтал бы сюда попасть, а попал в школу. Тут на каждом шагу хочется кричать – поднять паруса! Есть поднять паруса! За 2100 евро можно не только арендовать себе целую шхуну Колумба с матросами, но и самому стать членом его команды – пока что юнгой. Эй ты, крыса сухопутная! Бегом драить гальюн! Хоп! Мы с Медузкой целовались, но расстояла она. Опа! Ох, с такого я еще не падал. Но самый большой восторг от того, что здесь можно по вантам забраться на самый верх грот мачты – Воронье гнездо. Проще простого. Ну я вот сейчас понимаю, что самая тяжелая работенка у того, кто находится в этой бочке. 24 часа под палящим солнцем, тебя еще раскачивает направо и налево, как пьяную зеленую водоросль. И ты должен под этим солнцем щуриться и не дай бог ты пропустишь землю, а у тебя сразу вздернут норей или скинут кормиться тунцу. Только побывав на корабле Христофора Колумба, понимаешь, что первооткрыватели новых земель были настоящими космонавтами того времени. Они шли по непроверенным картам и просто наугад. Экспедиция могла длиться годы. В голове не укладывается. Целый год питаться пересоленной козлятиной, пить тухлую воду, есть сухари, погрызенные мышами, терять зубы от цинги и все время ждать, что во время очередного бунта тебе всадят в спину нож. Примерно так в 1418 году капитан Зарку нашел в океане покрытый лесом остров и назвал его Мадейра. Все на палубу! Земля! Обычно я мало что успеваю заснять на съемках, но теперь благодаря функции мультикадр на моем Samsung Galaxy Note 20 Ultra я могу сохранять все важные моменты при помощи одного нажатия на кнопку. А искусственный интеллект смартфона добавит разных фильтров. Круто, а? Просто зажимаешь затвор, проводишь панораму и получаешь кучу фото и видео с разных ракурсов. Мне же остается только выбрать. Но тут я уже справлюсь, смартфон мне отметит лучшие кадры. С таким смартфоном киностудия у вас в руках. Чтобы понять, какая уникальная и чудесная Мадейра, нужно посмотреть у нее с высоты. С высоты полета в кабинке на канатной дороге. За 11 евро канатная дорога доставляют на гору, с которой обещают нереальные виды на остров. Я сейчас парю прямо над крышами. Посмотрите, какие они прикольные. Черепичные крыши рыжего цвета. И конечно на самом верху меня должна ждать смотровая площадка. О да, вы что, прикалываетесь? Значит, что у нас здесь есть? Опять же та же самая канатная дорога, кусочек города, парковка. И главное, конечно же, это вот эти два гигантских дерева. 11 евро мандырьянскому коту под хвост. А еще и обратно возвращаться. Чфу! Когда у тебя есть безлимитная карта, сногсшибательные виды гарантированы. Идеальный вид. Идеальная погода. Идеальный ветер. А это значит, держись, Мадейра, и я лечу. Полетели? Привет! Как ты делаешь здесь? Это approachаю. Тыangle! Ну так же? Давайте поехали! Are you ready? Нет, ну я реш goosebumps, да. П minutCH встал! Make μεт. О да! Фантастика! Это точно лучший стопроцентный вариант видеть настоящую красоту острова Отечной Весны. Это не засаленные всеми туристами смотровые площадки, это остров Первостарк. Настоящее чудо света. На Мадейре идеальный ветер для экстрима. Восходящие потоки воздуха от океана могут часами держать параглайд в небе. Чтобы не заскучать, инструктор пролетает в притирку к скалам. Я прям сейчас не образно говорю, тут руками можно дотронуться до скал. А потом начинают вытворять какие-то акробатические выкрутасы. Я потерял весе. У меня за спиной безбашенный дед. Блин, это лучший балет на параглайде. Крутяк! Капец, конечно, это еще надо спуститься с горы. Ну конечно, можно сделать на фуникулёре, но там опять платить деньги. Не, это точно не мой вариант. Так, а что это у нас тут за вайт пари? Что за вечериночка? Похоже, вообще, какое-то странное сооружение. На какие-то деревянные сани что ли? Как это работает? То есть вы хотите меня спустить с горы? Эти плетеные сани здесь называют кару де сэшту. В 19 веке они служили местным общественным транспортом. На них спускали грузы и людей из горной деревни Монте к подножию горы. А сейчас это самая известная развлекуха на Мадейре. Слушай, ну это как в Венеции, да? Не покататься на гондоле, значит, и не был в Венеции. Так что надо попробовать, наверное. До эпидемии коронавируса можно было легко найти себе попутчика и разделить с ним деньги за проезд. А сейчас водщики скучают. Мужчин, которые управляют этой корзиной, здесь называют кореёс. Самое примечательное в них – это их ботинки. На их ботинках настоящие резиновые шины. Это, наверное, для того, чтобы тормозить, потому что мы будем ехать по настоящей дороге. Класс, ну все, мне уже не терпится попробовать. Так, надо садиться посерединке. Окей, I'm ready. Батюшки, да вы серьез? Господи, какой кошмар, я еду по настоящей дороге. Слушайте, очень странное ощущение, потому что ты вообще не можешь контролировать весь этот процент. Такое впечатление, как будто постоянно меня куда-то заносит. Сани несутся вниз со скоростью под 40 км в час. Разгоняют и тормозят их кореёс при помощи своих ботинок с шинами. Дорога гладенькая, как каток. Такое впечатление, как будто я спускаюсь прямо по льду. Как на настоящих санках. Но самое поразительное, что по этой дороге спускаются не только туристы, но и настоящие машины, которые как будто бы могут тебя задавить. Прям прокатилась с ветерком. Слушайте, ну это конечно самое какое-то странное, самое возможно дурацкое развлечение, на которое я потратила 25 евро. Не прошло и дня, а я уже куда-то потратила почти 50 евро. Это получается, если на хостел еще 20 евро, то на завтрашнее развлечение ничего не останется. Но я смотрела Орел и Решку и я знаю, что они пользуются каким-то каучсерфингом. Вы лучше меня знаете, что это сервис, при помощи которого люди из разных стран могут останавливаться бесплатно друг у друга дома. Так, хостцы, выбираем естественно мужчину. Так, вот первый у нас Витур Серао, максимум три хостя, отдельная комната. Окей, запросить остановиться есть. Вот интересный какой тут человечек. Луис Аутера, 40 лет, любит ужинать, путешествия, музыка. Потрясающий, запросить остановиться. Руи Петтана, любит смеяться, море, вино. Наши интересчики субпадают. Все, ждем. Надеюсь, недолго. Вечером на острове Вечной Весны все туристы забираются повыше и готовятся увидеть главное вечернее шоу Мадейры – ее закат. Ну, а богач может просто прийти на крышу своего отеля, прыгнуть в бассейн с открытой перспективой и наслаждаться видом в роскоши. Говорят, красивый закат не купишь за деньги. Но я бы поспорил. Ну, вообще, конечно, тепло. Так что, в принципе, можно и ночку переночевать на улице. Ничего с тобой не случится. Что-то теперь на стол. О, Луиз! Мне навязал Луиз! Не буду ночевать на улице. Буду ночевать на диване у незнакомого мужика. Ай, ес! Вот, 7-8. Не мое. Так, 24-ая. Какая у тебя крутая квартира! Я ее арендую. Вот что мне делать? Это мой первый каучсерфинг. Клади вещи, я покажу тебе дом. Это ванная. У меня два дивана для гостей. Можешь выбрать этот или вот этот. Этот с видом на океан. Ё-май-гад! Мама-мия! Извините, я просто не могу с собой возгладать, потому что я в шоке, что благодаря такому сайту можно вписаться в такой дом с таким видом. Мама-мия! Ты счастливый человек. Здесь очень красивые закаты. А ты из Мадейры? Я из Галисии, Испания. Я приехал сюда 7 месяцев назад. Живу здесь, а работаю в Галисии. Мадейра – это особенное место для жизни. Тут всегда тепло, солнечно, всегда есть свежие фрукты и овощи. Здесь можно жить и наслаждаться жизнью. Ты готов! Испания. 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 Субтитры делал DimaTorzok Он такой милый, приветливый, даже не приставал. Жаль. Спокойной ночи. Субтитры делал DimaTorzok Еще вчера я был Христофором Колумбом, а теперь наконец-то могу побыть обычным миллионером. Хеллоу? Антонио? 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 Шампейн? Да, конечно. Кстати, это мой катамаранище. Вы скажете, боже, Антон, да что это за расточительство? Как можно тратить такие деньжищи? Я бы тоже сказал это себе, не будь у меня безлимитной карты. Этот гигантский катамаран я арендовал в компании Вип Долфинс за три с половиной тысячи евро. На нем мы отправляемся на встречи с дельфинами. У меня даже есть свой морской биолог. Не высматривайте меня, я уже тут. Антонио? Доминик. Приятно познакомиться. Какой план? Сегодня мы попытаемся встретить дельфинов. Остров Мадейра – лучшее место в мире, чтобы с ними познакомиться. Наши наблюдатели стоят на вершинах гор с большими биноклями, которые могут видеть на много миль вокруг. Когда на горизонте появляются дельфины, они звонят нашим ушкиперу и говорят нам направление. Ребята с биноклями? Да, с большими биноклями. Ой, ребятки, подождите меня, без Василиски никуда не уезжайте. В смысле, уплывайте. Даже со ста долларами на Мадейре можно посмотреть дельфинов. Вчера я купила самый дешевый тур и не за три с половиной косаря, а всего лишь за 25 евро. Вау, вот это красавчик! Правда, это не персональный катамаран. На борту с тобой будет еще пара десятков туристов. Доброе утро! Добро пожаловать на борт Мэджик Долфин! Меня зовут Фабио, с вами на борту капитан Мигель и биолог Сара, которая поможет нам увидеть дельфинов. А если мы их не увидим, что делать? Ну, мы вернемся обратно в Фуншал. Вернемся? Да. Что? Что за опять какой-то это? Я надеюсь, мы их увидим. Вы мне шиш показали, он мне еще и шиш показал. Плавать нельзя, трогать нельзя, есть нельзя дельфинов. Что с ними делать? За что я заплатила свои деньги? Не успели отплыть от берега, как прямо перед носом катамарана показался плавник. Во-во-во-во, два пара и пара и поплыли. Наш катамаран окружила целая стая атлантических пятнистых дельфинов. Стоило им нас увидеть, как они начали гоняться с катером наперегонки. Многие думают, что дельфины так дурачатся. Но на самом деле так они экономят свои силы. Судно на скорости создает волну, которая толкает дельфинов вперед. Если сами по себе они плавают до 40 км в час, то рядом с катером могут разгоняться до 60. Но вы же не думали, что за три с половиной тысячи евро я просто посмотрю на дельфинов? Субтитры создавал DimaTorzok Один прямо подо мной подпой. Оказывается, тут под водой настоящий концерт. Дельфины свистят, попискивают, цокают, мяукают. После людей дельфины – самые разговорчивые животные на планете. У них есть словарный запас из 14 тысяч сигналов, многие из которых ультразвуковые и не слышны человеческому уху. Не совру, если скажу, что свидание с дельфинами переворачивает твое сознание. Что за шума драки нет? Смотри, ребята, а вот это очень фо. Да, да, да. Ребята, вон он! Я только что видела плавник дельфинов! Какой жирненький там. Я прям отсюда вижу, у него такой плавник внушающих размеров. Видно только плавники, но я представляю, какие они огромные под водой. Это черные дельфины, но мы их называем китами-пилотами. Пилоты? Да, их так назвали, потому что в их стае всегда есть лидер, так называемый пилот. Он задает направление движения стая и ведет за собой. А кто пилот в этой группе? Обычно это самый большой самец с самым большим плавником. Первый пилот, второй пилот. Чёрные дельфины могут вырастать до семи метров и весить по три тонны. Из-за своих габаритов они, в отличие от пятнистых дельфинчиков, медлительные и вальяжные. И часто любят отдыхать на поверхность воды. Дельфинов видел, китов видел, тунца еще не видел, но о нем я позаботился заранее. Сейчас еще буквально одну минуточку. Мадейра славится еще и тем, что в ее водах водятся гигантские тунцы. Тут попадаются рыбины весом в четыреста килограммов. Поэтому остров Вечной Весны – одно из немногих мест в мире, где можно попробовать гигантский стейк тунца. О май! Даже сложно назвать это рыбой. Как будто бы ешь мясо такое плотненькое, немножко суховатое. Это потому что в тунце нет ни единой жировой прослоечки. Не рыба, а одна сплошная мышца. Очень похоже по вкусу на телятина. Молочный тунец. Забавно, что один килограмм тунца стоит где-то 20 евро. У меня тут килограммов 5. Я ем васян уикенд. Писка для шефа. Писка для шефа. Писка для капитана, писка для капитана, потому что ты капитан. И море деликатия для море биологии. Бон аппетит. Бон аппетит. Бригадо. Напоследок мы приберегли главное чудо Мадейры. На этом острове можно побывать на небесах, при этом не покидая земли. И это не просто красивые слова. Нужно просто забраться как можно выше в горы. Если денег нет, к облакам придется топать пешочком. А если деньги не проблема, то можно прямо на машине взобраться на одну из самых высоких вершин острова. Пику-ду-Арею. Потом нужно осмелиться и подбежать к самому краю обрыва. А? Новая Зеландия сейчас просто нервно курит в сторону Австралии. Вот это виды! Облака – это символ Мадейры. Рождаясь над Атлантическим океаном, они вдруг наталкиваются на верхушки гор, цепляются за них и проливаются дождями, давая Мадейре жизнь. Если бы не облака, остров так и остался бы безжизненным потухшим вулканом и не превратился бы в цветущий тропический сад. И не было бы в этом мире острова вечной весны. Слушай, классное видео ты мне снял. А теперь еще и фото сделаем, давай? Да ладно тебе, больше ничего снимать не нужно. Смотри. Просто из этого же видео 8к сейчас сделаем фото. Ну вот, элементарно. А? Делаешь одно видео, а бонусом получаешь много фото профессионального качества. Марко, Антонио, Ромео. Португальский бойс-бэнд. Вот что значит климат. Бегом дрейдь гаюн. Я еду по настоящей дороге. Каждый второй ребенок мечтал бы сюда попасть. Мы любим тебя. Принеси же ты нам удачу. Бутылку на Мадейре ищите на смотровой площадке горы Пикудуш Барселуш. Она спрятана в траве у самого крайнего заборчика. Мадейра – это чудо. Я провел здесь два дня и за это время не увидел ничего плохого. Антошка, скучал? Привет, Вась. А ты где была два дня и я тебя не видел? Слушай, я тут такое поняла, что Мадейра – это реально сказочный остров. А я понял, что после нашего приезда в ряду португальских первооткрывателей прибыло. Смотри, Христофор Колумб, Фернан Магеллан, Васко де Гамо, Васька. Это ты мне комплимент сделал что ли? Спасибо. Ну тогда давай поднимай свои паруса. Погнали к новому чуду света – к замку Золушки. Мои паруса всегда подняты пошли. Надо успеть нам с тобой до двенадцати, пока ты не превратилась в тыкву. Да мне кажется, я уже давно в нее превратилась. А то и в крысу. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Спасибо.